МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Печь хлеб, работать на заводе, штукатурить стены. В России отмечают 75-летие системы профтехобразования. Земские собрания. В Рязанской областной думе открыли экспозицию, посвященную историю земства. И северное сияние. Необычные для наших широт явления могли сегодня ночью наблюдать рязанцы. В Рязанской области закрыли нелегальный спиртзавод. В складских помещениях предприятия обнаружено около 100 тонн этилового спирта. Как говорят специалисты, подпольные торговцы реализовывали нелегальный товар через сеть посредников в регионы Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Крупномасштабную операцию совместно провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и МВД по Ивановской и Рязанским областям при силовой поддержке бойцов СОБРа «Рысь». Полицейские обнаружили четыре линии по изготовлению алкоголя в одном из ангаров на территории спиртзавода в Рязанской области. У данного предприятия «Росалкогольрегулирование» в 2009 году отозвало лицензию. В момент проверки три линии работали. На производстве трудились выходцы из ближнего зарубежья, незаконно находившиеся на территории Российской Федерации. В цехах и складских помещениях было обнаружено более 30 тысяч бутылок готовой продукции, 140 тысяч под розлив с этикетками, 60 тонн купожар для разлива, 90 тонн спирт-средств. Также на заводе были найдены 70 тысяч федеральных специальных марок, печатное оборудование для нанесения информации о выпускаемой продукции, а также большое количество стеклотары, фурнитуры и этикеток. При въезде на территорию завода был задержан грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находилась цистерна с 40 тоннами спирта. По имеющимся сведениям, нелегальный товар реализовывался через сеть посредников в различные регионы Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Мощность подпольного предприятия позволяла злоумышленникам производить в сутки более 300 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции на сумму свыше 50 миллионов рублей. В настоящее время вся контрафактная продукция изъята из оборота и передана на ответственное хранение в Росспиртпром. Возбуждено уголовное дело. Выявить незаконное производство оперативникам удалось после контрольных закупок спиртосодержащей продукции у магазина города Иваново. Полицейские провели обыски в местах хранения безакцизной алкогольной продукции. Из незаконного оборота было изъято более 11 тысяч ящиков немаркированного крепкого алкоголя. Подозреваемые в совершении преступления задержаны и помещены под стражу. В эти дни в России отмечают 75-летие системы профтехобразования. Изначально она создавалась для подготовки рабочих специальностей. За 75 лет система профтехобразования прошла непростой путь. В послевоенное время рабочие профессии были в престиже. Государство всеми возможными средствами их пропагандировало. В 90-е годы ситуация изменилась и о рабочих профессиях забыли. Сейчас система профессионального образования возрождается. И теперь государство вновь всеми усилиями пытается показать, что печь хлеб, работать на заводе, штукатурить стены должно быть не стыдно, а престижно. Сегодня представители рабочих профессий поздравляли в Рязанском дворце молодежи. 75-летие системы профессионального технического образования отметили в Рязанском дворце молодежи. В холл РДМ переехала и выставка образования и карьера из Рязанского центра научно-технической информации, потрудились над которой учащиеся профтехучреждения региона. Гостям демонстрировали, к примеру, сварочный симулятор мельницу и макет жилого дома. Я на автомобильной специальности. Нравится мне вот это все. Да и вообще много знакомых у меня там тоже со мной. Даже кто со школы, со мной учились, все пошли именно туда, куда я. Как по вашему, насколько важна ваша специальность? Какая у вас специальность? Автоматика и телемеханика. Ну, как мы говорили, ключевое, так скажем, на ЖД. То есть от нас все зависит, там, светофоры, провода и так далее. Со сцены в адрес работников профессионального технического образования региона звучали добрые слова, музыка и песни. Поздравили и учащихся. Их в области более 19 тысяч. Николай Булаев, отдавший системе профтехобразования 13 лет, будучи директором Спасского педучилища, заметил, что это был самый светлый период в его жизни. Система профессионального образования вообще – это фундамент экономики нашей страны. Нет этого фундамента, и экономика испытывает огромные проблемы. Здание все время приходится как-то корректировать по нагрузкам. Вот фундамент, который вы создаете, на самом деле сегодня нуждается во внимании государства, во внимании не только финансово-экономическом, во внимании в том числе и политическом. Важен закон, который принят Государственной Думой, подписан президентом, и который вступает в силу с 1 января 2017 года. Это закон, который дает право на отсрочку тем, кто поступает в среднее. В специальные учебные заведения, в систему среднепрофессионального образования, на базе 11 классов. У них сегодня этой отсрочки нет. Теперь она будет, по сути дела, прием, который будет в следующем году, уже будет эту отсрочку иметь. Сегодня система общего образования, как основного, так и высшего, получает поддержку государства, в том числе и мощную финансовую. Единственный уровень образования, который выпал из объемного финансового внимания государства, система среднего профобразования. Николай Булаев заверил, что это упущение будет исправлено. В региональном правительстве состоялось торжественное вручение государственных наград. Были отмечены люди, которые, по мнению властей, внесли большой вклад как в развитие региона, так и страны в целом. Своими специалистами гордится каждый регион. И, конечно, Рязань не исключение. Губернатор области Олег Ковалев в торжественной церемонии наградил тех, кто внес вклад в развитие нашего региона почетными знаками и знаками отличия, а также грамотами. Это люди из самых разных отраслей деятельности. И представители школ, вузов, руководители заводов, предприятий и общественных организаций. Всего было отмечено 45 человек. Ваш добросовестный труд, профессионализм, истребление достигать максимальных результатов и все время эту планку поднимать – это достойный вклад в дело устойчивого развития Рязанской области, укрепление экономики и совершенствования социальной сферы своей малой Родины. Вы люди разных возрастов, из разных отраслей и стерд деятельности. Но каждый из вас знает, чтобы добиться успеха, высокого результата, нужно много и упорно трудиться, нести ответственность за полученное дело, быть профессионалом и уметь работать на результат. Я глубоко убежден, что такие люди всегда будут востребованы во все времена, не только в Рязанской области, но и в целом в России. Для тех, кто был сегодня награжден, это не просто торжественная церемония. Они трудились долго, честно и плодотворно. И рады не только успеху и награде. Самое главное, что их работа оказалась действительно полезна людям. И это очень важно. Поэтому те, кого сегодня отметили, планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а идти вперед, работать еще больше. Благодаря стараниям таких работников есть надежда на то, что уровень жизни в нашем городе со временем будет только улучшаться. Эмоций очень много, потому что такой наградой награждает наверняка один раз в жизни. Это первое. И второе, я, конечно, ну рад за то, что нас заметили, не только меня, потому что я эту награду олицетворяю только со своим коллективом. Нас видят, что мы делаем, руководство области знает. Планы очень простые. Работать, работать и работать. Как создал президент наш, работу надо работать. Вот наши планы. А жизнь подсказывает, что необходимо делать. Надо развиваться, надо идти в ногу со временем, для того, чтобы не отстать. И тогда будет все нормально. Постоянно думать о коллективе, постоянно думать о зарплате, постоянно думать, чтобы были прекрасные условия труда, чтобы была новая технология и так далее и тому подобное. Здесь много можно перечислять, но так надо. На торжественной церемонии губернатор также отметил, что в скором времени планируется программа модернизации школ. И предстоит большая работа. Также нужно создать новую больницу скорой медицинской помощи, полностью оснастить ее новейшим оборудованием и существенно увеличить оказание специализированной медицинской помощи. Нужно сделать все для того, чтобы жизнь рязанцев менялась в лучшую сторону. Группу террористов обезвредили сотрудники ФСБ. Операция была проведена, к счастью, всего лишь в рамках тактико-специальных учений, которые состоялись на базе Дягилевской ТЭЦ. По сценарию, группа вооруженных террористов проникла на территорию производства и совершила нападение на топливно-энергетический центр, захватив заложников и заминировав несколько объектов комплекса. Было принято решение о проведении контртеррористической операции. В ходе переговоров с террористами их удалось убедить отказаться от политических требований, при этом сохранив требования материальные. При проведении боевого мероприятия заложники были освобождены, а преступники нейтрализованы. Также в ходе учений были реализованы практические действия группировки сил и средств по ликвидации последствий террористического акта. Целью подобных масштабных мероприятий является отработка взаимодействия силовых структур, органов власти и других организаций при проведении контртеррористической операции. Данное учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пресечению акта терроризма на территории Рязанской области. В Рязани открылась экспозиция, посвященная истории земства. Губернское и уездное собрания как органы местного самоуправления в XIX веке буквально совершили прорыв в развитии медицины, образования, внедрении передовых технологий земледелия. Первыми экскурсантами стали депутаты оболдума VI созыва и рязанские журналисты. Подробнее в следующем сюжете. Погружение в особую музейную атмосферу происходит практически с порога. Сводчатые потолки зала и современные экспозиционные стенды и витрины. Такая эклектика тоже работает на замысел. Стены исторические. Именно здесь 1 декабря 1865 года состоялось первое собрание Рязанского уездного земства. Очень важно нам, наверное, работая здесь, помнить о тех людях, которые работали до нас и думать о том, кто будет работать после нас. Ведь земство принесло в развитие регионов, в развитие губернии, огромный толчок дало. Это занимались люди активно и образованием, и здравоохранением. Это внедрение самых передовых технологий в сельское хозяйство. И важно, что мы в прошествии 150 лет это помним, это сохранили. Идея создания экспозиции появилась еще во время работы Думы Пятого созыва. Ее реализацию представили депутаты уже нового, шестого. Музей был создан при участии Рязанского государственного университета имени Есенина. Большая часть экспозиции, уникальные книги, принадлежат ВУЗу. А первую экскурсию провел заведующий кафедрой истории России профессор Александр Огарев. Владотворное сотрудничество, начавшееся три года тому назад, а именно в преддверии подготовки к 20-летнему юбилею Рязанской областной думы, заставило вернуться к нашему стоку. В результате этого родилась, обратите внимание, направо и налево, портретная галерея. Стоит отметить, что это лишь начало создания экспозиции. Работа по сбору экспонатов сейчас продолжается. Изучением деятельности Рязанского земства плодотворно занимаются ученые-историки. Музей, кстати, планируют включить в туристические маршруты. Немало интересного найдут здесь те, кто изучает опыт работы первопроходцев местного самоуправления. Их портреты тоже представлены в экспозиции. Организаторы утверждают, что это эксклюзив и бесспорно кропотливая работа художника. Писались они в основном по крошечным, сохранившимся снимкам. Музейная экспозиция – одно из направлений многоцелевого использования архитектурного комплекса здания Благородного собрания. Здесь недавно завершилась реставрация. В гербовом зале восстановлены гербы губернских городов и аутентичная лепнина. Теперь там будут проходить торжественные и значимые общественные мероприятия. Вчера над Рязанью в разрывах облаков можно было наблюдать полярное сияние. Поздно вечером 7 октября геомагнитный шторм достиг сильного уровня. О причинах редкого явления нашей съемочной группе рассказал рязанский астроном Юрий Гилев. В ночь на четверг 8 октября в небе над Рязанью можно было наблюдать северное сияние. Увидеть это редкое для наших мест явление стало возможным благодаря сильной магнитной буре, связанной с выбросом из корональной дыры на Солнце. Магнитосфера Земли оказалась под воздействием быстрого солнечного ветра. Скорость ветра в этот день возросла до 800 км в секунду, что в последнее время можно увидеть крайне редко. Именно это стало основной причиной возрастания бури до уровня сильной. Полярные сияния разгорелись буквально по всей территории России. Полярные сияния возникают вследствие выброса корональной массы с Солнца. И энергия этих выбросов колоссальна. Ну и площадь огромная. Мы видим это сияние, но если всю эту энергию сложить вместе, то будет очень серьезная сумма. Благодаря тому, что наша планета имеет магнитный щит, очень большое количество этих частиц, которые бомбардируют нашу атмосферу, отклоняются. Благодаря этому сияние наблюдается только на полюсах, потому что на полюсах сходятся силовые линии магнитного поля. Соответственно, чем сильнее поток, тем больше возмущения, тем сильнее мы видим сияние. В принципе, на здорового нормального человека это не окажет никакого заметного влияния. Но если человек серьезно болен, например, или в очень сильно напряженном стрессовом состоянии, то это еще ему немножко стресса добавит. Ну, наверное, те люди, у кого это есть, они знают, о чем я говорю. Они чувствуют вот эти перемены погоды, солнечной активности и так далее. Юрий рассказывает, что существуют ресурсы, в которых каждый может узнавать уровень солнечной активности, дни магнитных бурь и полярных сияний. Вот это вот предсказание полярных сияний на ближайшие полчаса. Плюс история за несколько дней до этого. Вот смотрите, то как раз, что случилось у нас ночью. Видите, как горело. А сейчас вот все, солнце зашло, интенсивность сошла на нет. Напомним, что в прошлый раз полярное сияние лизанцы могли наблюдать в марте этого года. 9 октября на территории Рязанской области ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Метеорологи и сотрудники МЧС просят соблюдать простые правила безопасности. Не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями и по возможности ограничить время нахождения на улице. Автовладельцы уже просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. На сегодня это все новости. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Программа «День города» прощается с вами до завтра. Приятного вам продолжения вечера. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин